Здравствуйте, дорогие соотечественники! Вот приехал я сегодня из Бутучем, и там все цветет, абрикоса цветет, кустарники, красота неимоверная. Ну вот беда, поутру был сильный морозец, где-то градуса два. Утром я проснулся, проверил цветочки, ну вроде как морозов не побил. И что-то это мне напомнило расцвет демократии. Как-то у нас где-то как-то расцветает, а потом как мороз какой-то, то пришибет, то там наполовину, то чего как. Потом пригляделся, так смотрю, и в Европе что-то похожее происходит, да и не только, и за океаном. Да иногда так посматриваешь и на соседней Украине. А еще дальше, где моя родня в России живет, смотрю, тоже такие какие-то демократы, интересные демократии. Поэтому я пригласил сюда человека, который, в отличие от всех остальных, является политологом. И является убежденным демократом. Убежденным не в плане бла-бла, а потому что он на самом деле, эту доктрину, которая еще идет от древних Афин, где те, кто не ходили на выборы и кто не ходил на гору, то есть на собрание называли идиотами. Вот правда там была особая демократия. Рабы как-то и метеки, и всякие пришельцы, и женщины тем более не принимали участие. Тем не менее, стандарты пошли оттуда. И вот один из немногих, как я сказал, у нас всего дипломированных политологов раз, два, три общался. Ну, Цирдадин, ну, Николай Святков, ну и, конечно, Корнелий Чурик. Остальные, ну, как это, самопровозглашенные политологи. Вот мы пригласили человека, который на самом деле убежденный демократ, на самом деле исповедует вот эти древние принципы из Афинской республики. Вот мы пригласили в гостю человека, у которого труды по политологии весьма глубокие, и который на самом деле понимает и знает, о чем говорит. Корнелий, добрый день. Добрый день. Вот у нас как-то, я хочу вот какой вопрос задать. Здесь на студии был Валерий Демидецкий, он вообще остроумец, у него словцо меткое. И он то ли сбой дал, мы во время разговора иногда сбои даем, или это как-то оно родилось, он говорит, что знает, Иваныч, я не знаю, но вот родилось так. Коалиционное строительство. Я говорю, подожди, Валер, да ты родил новый термин в политологии, потому что это тебе не какое-то там государственное строительство. Бери выше. Но говорю, как-то вот я смотрю, у нас в Молдове обычно у нас все время занимаются коллекционным строительством, потом коллекционеры, коллекционеры, я не зря тоже сбой ошибок по Фрейду, значит, разругаются, и тогда начинается классический, значит, политический, назовем его так, туризм в нашем дорогом парламенте. И поэтому, почему я тебя хочу спросить, обычно принято считать, да мы темные тут остальные на нашей стыку, матриста, не понимаем, что такое, демократия, свобода, и вообще мы тут остальные, и все такое. А у меня почему-то такое впечатление, что Молдова, в силу своей малости и мобильности, это некая площадка, экспериментальная площадка, какой-то стартап такой Европы, по которой Европа может узнать, что с ней будет там через какое-то время, если она не очухается и не придет в себя. Вот украинцы, я помню, высокомерно мои друзья из Киева говорили, да Иваныч, вы там молдаваны отсталые, и все такое. И вот когда грянул Майдан, потом все это прелесть, я говорю, ну, хлопцы, кто тут отсталый? Я говорю, мы прошли из Приднестровья эту беду, и многое-многое другое. И Аши, и Димын, эти тузы с рукавов. То есть можно ли сказать, что, во-первых, мы такие отсталые в плане вот этих инноваций в области политологии и всех этих технологий? И второе, а может быть на самом деле стандарты глобальные, которые во всех учебниках, потому что они на самом деле не везде работают. В Китае я был, как-то они там по-другому живут. В России как-то тоже по-другому. Сказать, что там диктатуры, тоталитарный режим, извините, ничем не... Я смотрю, полиция в Париже позавидует любой тоталитарный режим, как ребята газом работают и дубинками. Вот что ты можешь сказать о нас, вот что сейчас происходит? Это интересует всех. С точки зрения человека, который, скажем так, фундаментально разбирается в основах политологии. Ну, мне кажется, что стандарты, конечно, существуют. И демократические стандарты, они не навязываются. Некоторые скажут, возможно, используют другие слова, не навязываются, а предлагаются. Но Молдова, конечно же, не может жить по своей жизни, как и заблагорассуется. Она вынуждена принимать, учитывать эти стандарты. Они сейчас расширились. Если раньше были стандарты только максималистской такой демократии, это экспорт демократии в западном варианте, который предполагает не только честные выборы, но и другие элементы, типа политического участия, партиципаторная демократия, как ее называют. То есть всякие такие дополнительные критерии, которых раньше не было. И они очень часто даже не срабатывали в самих западных странах. То есть откуда они пришли? Да. Нам они предлагаются. И теперь вдобавок появилась другая индустрия, кроме экспорта демократии. К ним можно относиться как к индустрии. Кстати, что-то мне Троцкий, Бронштейн Троцкий, Лев Давидович, помнишь экспорт революции, тут экспорт демократии. Через цветные революции как-то по шарпу все. Но понимаете, здесь все намного, все более меркантильно в связи с глобализацией, с связыванием стран, с раскрытием этих стран перед капиталом. То есть эти элементы очень важны для Запада, но мы их принимаем. И сейчас дополняется еще борьба с коррупцией. Это тоже экспорт борьбы с коррупцией. Это индустрия целая, очень развитая, где включено очень много... То есть я понял так, на борьбе с коррупцией процветает целая индустрия. Конечно, но это деньги, которые выдаются и которые протекают цепочкой. И они до нас доходят, но там до нас их... Но к этому опять нужно относиться... По-философски. По-философски. Даже это принимать, потому что не мы придумали малости, не мы расставляем акценты, не мы диктуем условия игры. Поэтому то, что мы чувствуем очень часто, что сама демократия нам предлагается в каком-то извращенном виде, и нас заставляют очень часто использовать стандарты, которые те, которые предлагают, сами очень часто не использовали. Можно как экспериментальную площадку? Не как экспериментальную, а как площадку, которую нужно включить в эти глобальные процессы. Но это включение может произойти только при определенных условиях. То есть мы на кроликах, над которыми делают эксперименты, не очень похожи. Нет, зачем им... Какие-то кролики непослушные. Зачем Западу делать эксперименты? У них есть программа, модернизационная так называемая программа по развитию этой страны, но в то же время и эти страны должны стать ручными. То есть они должны быть управляемыми не изнутри, а извне. Поэтому вот все эти дополнительные стандарты, я повторюсь, мы должны к этому относиться спокойно, без эмоций, потому что очень часто, особенно люди левого толка, они возмущаются. Почему нам предлагают вот все эти стандарты? Почему Запад нам дикует? И то есть зачем нам эта Венецианская комиссия или Совет Европы? Кстати, Михаил Федорович, по боку ему было мнение с этой Венецианской, хотя он юрист. Я повторюсь, это неправильно, по боку не должно быть. Но мы видим, что абсолютно естественным образом происходит определенное отторжение. То есть не все принимается. Мы видим, что демократическая партия, пока она находилась к власти, она хотела соответствовать тем стандартам, но она не могла, потому что очень многие условия, которые были, выставлялись вот Западом, они были в ущерб интересам партии, интересам тех, того круга людей, которые представляют партии, и, скорее всего, было в ущербе и в интересах Молдова. Поэтому тут идет постоянная диалектика. Национальные интересы, интересы людей, тех, которые властвующих элит, и интересы Запада, интересы других акторов. Поэтому кое-что учитывается, кое-что принимается, кое-что отторгается. Это абсолютно естественный процесс. И таким образом мы эволюционируем. Понял. Вот у меня поэтому сразу вопрос. Вот когда Майя выходит на улицу, и она говорит, такое слово, даже произноси его трудно, де-оли-гархи-зация, подожди. И у меня такой вопрос, Маечка, может, я бы сначала съездила за океан и поработала с семьями и кланами Деморганов, Ротшильдов, Вандербильтов. Как-то вот мне понравилось, как ты говоришь, они пытаются стандарты перенести на нас. А как оно у них получается? Ну, это тоже дискуссия, которая интересная, не имеющая смысла. Поэтому у меня есть подозрения. Может, нас как эксперимент какой-то. Насколько Запад, да, вы правы в том плане. Вопрос, насколько Запад дезолигархизировался. Тут у нас тоже идут споры, как правильно на молдавском языке это говорить. Я язык зловал. Деолигархизарий или дезолигархизарий. В конце концов, все склоняются к второму варианту. Дез, это дезординарий, скорее, Дез, похоже. Но понятно, что Запад... Вот тоже такой вопрос дьявольский. Ну, все обвиняют Молдову в коррупции. А где большие деньги? В Молдове или на Западе? Слушай, так между нами. Вот у них украли миллиард. Там вот недавно скандал. Полтора триллиона упыло. Не, не, кризис 2008 года. Полтора триллиона упыло. Кризис 2008 года в США, который перелился во весь мир, это был кризис банков. И где деньги? Да. И, кстати, государство, Вашингтон дал дополнительно, так же, как и мы дали там какие-то несколько миллионов... Кстати, Путин тоже на этом покорил. Путин, чтобы спасти свои банки, вогнал 200 миллиардов, и никто не может их найти. Но, видите, опять, нет смысла... Сначала можно было формулировать эти идеи, но ты говоришь с ушами, которые не хотят слышать. Поэтому, мне кажется, вот такие революционные мотивы, они даже не имеют смысла. Да, понятно, что на Западе так называемые олигархи, ихнего разлива... С их бабками масштабами. Они не всегда наяву, они скрыты. Вот как раньше был Плокотнюк. Для этого есть адвокаты, политики, наемные. Да, они служат интересам большого капитала, но... Аккуратно. Но в нашем случае нас заставляют... Не то, что заставляют, но есть политические силы, которые требуют дезолигархизации. И, кстати, в принципе, от этого тоже нельзя, не надо отказываться. Потому что олигархия, она, во-первых, разная во многих странах. В Украине одна олигархия. Внимание, ты по Аристотелю или как по жизни она? Нет, нет, Аристотель это уже не актуально, с этого началось, но сейчас олигархи имеют... Ой, как актуально, батенька. Нет, 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 ну там была более примитивная формулировка олигархии. Это правление нескольких, в отличие от правления одного или правления многих. Не, но уже тогда, вот судя по тому, причем я однажды помню этого в Бутученах Аристотеля, под политию эту, взял ее, прочитал до дыр. И понял, что уже тогда под этим понималась власть богатых и сильных. Некоторые, которые богатые, но видите ли, у нас сейчас это очень сильно было развито, и более того, мы видим и олигархию в разных формах. У нас тут несколько олигархов, но в Украине это настоящая олигархия, в которых есть один более сильный олигарх, но все зависит от власти, потеряет он ее или нет. Это я сейчас говорю о Порошенко, в России олигархов политический класс поставил в угол, как бы контролирует, раньше этого не было в 90-х. То есть олигархия по-разному проявляет себя, и мы должны обсуждать момент, насколько олигархия полезна. Ну, у нас, я вас знаю только двух олигархов реальных. Один на левом берегу, так, и другой на правом. И то, что слева послал ребят, проголосовали. То есть у меня такое впечатление, что берега давно объединились. Ну, не совсем так. Реально. Еще и тут комбины с Бухарестом, с Киевом. Я не рассматриваю пока что Гушана как противовес Плохотнику, потому что вы... Почему противовесы? Тандем? Ну, или тандем, да. Тем более, как тандем не рассматривать, то, что они общаются. Мы догадываемся об этом, мы не знаем наверняка. Нет, слава богу, хоть кровь не дьется. Но вы не учитываете олигархов, которые были в Молдове, и которые сейчас... Один сидит? Тоже, да. Один сидит. Другого выпустили. Двое в Германии. Это тоже олигархи. И их судьба очень тесно связана с режимом, который был в Молдове. Потому что Боливар не выдерживает нескольких. И поэтому пока что олигархи в Молдове, возможно, из-за малости не выживаются. Кстати, тут, может быть, одна проблема, которая ставит Санду и Настаса, где за олигархизация, а другая, а не лучше ли создать плюралистический олигархический режим, в котором олигархи не уничтожают друг друга, а могут уживаться. И в этом смысле группы, которые их поддерживают, тоже не одна группа людей выигрывает. Ну вот Путину удалось как-то своих группы собрать и как-то там более-менее рулят. Путин решил определенным способом проблему олигархизации путем политического контроля. То есть олигархи не исчезли, но они стали... Кто не понял, тот испарился. Нет, олигархи стали так называемыми госслужащими. Они получают зарплату, очень большую зарплату. Но от государства, хочет государство, отбирает у олигархов их зарплату, в тюрьму их или там куда-то в другое место, или не обожает за рубеж. То есть проблема олигархизации можно... Олигархи можно решить по-разному. А то, что нам предлагает Санду и Настас, это, конечно, примитивный вариант. Это иллюзия. Взять и посадить, и что? И братья Ацопа приедут, и они будут занимать эту позицию. То есть от смены услугаемых... Ну, о чем мы и говорим. Сумма не меняется. Поэтому, конечно, обсуждение проблемы олигархии должно осуществовать. Вот Синден написал целый талмуд вместе с Виктором Чабаном на эту тему. Но они вообще... Но у них что-то многовато олигархов там получилось. Да, но после этого Сырдя... Тут тоже эта дискуссия уже сходит на нее. Но он говорил, что мы переходим в форму султанистской какой-то олигархии. То есть из плюралистской олигархии, где много, вот один родился. Но ты не забывай, Сырдя, он все-таки имеет очень сильные тюрк... Тюркский, из тюркской культуры традиции. Слово султан, вон Нур-Сультан назвали и так далее. Но я должен сказать, что Молдова, если по большому счету посмотреть, мы же на стыке трех... Не перестаю так говорить. На стыке трех цивилизационных массивов. У нас тут и опыт и западной, и православной, и тюркской, и какой угодно. И мы вместо таких давлений, таких температур, что я как-то сказал, когда мне говорят, что у нас люди какие-то не те, не так это... Я говорю, ребята, у нас очень талантливая молодежь. У нас очень талантливые люди. У нас генов намешано. Культурных менталитетов. Это богатейшее. Мы, я считаю, если мерить богатство страны по людям, то мы, посмотри, как наши молдаване за границей быстро продвигаются. Вопрос. Что у нас тут такое, что мы не даем друг другу, не поддерживаем друг друга, не даем подняться? Что за странная черная дыра такая? Явно не человеческий фактор, конечно. В этом я согласен. Люди у нас талантливые. Ты можешь иметь талантливых людей, но в то же время твое развитие может быть ущербным. И, конечно же, я верю в эту теорию в зависимости от взятого пути, path dependency на английском. То есть, в принципе, и в России эту теорию как-то подтверждают, когда говорят, что исчезновение Советского Союза была самой большой катастрофой в 20 веке. Потому что... Ну, второй половины 20 века. Да, второй, совершенно верно. Ввиду того, что... Скажем так, после Второй мировой войны. Сильное государство, которое худо-бедно развивалось, вдруг исчезло, и все вот эти народы, они оказались не у делу разбитого корыта и должны были идти путем догоняющего развития. А догоняющий развитие практически никогда не дает тебе гарантии, что ты догонишь. И дает некоторые плюсы. Вон китайцы, они позже всех вступили. Дело в том, что у догоняющего есть одно преимущество, если они есть. Он не повторяет. У него путь более короткий. У него есть... Он не повторяет ошибки, но... Посмотри, устарелые все эти визокарты, допотопные, все эти с магнитными. А Молдова раз, и все самое современное пошло. Почему? Потому что догоняющий имеет кое в чем преимущество. Ну, догоняющий развитие, оно предполагало использование определенных моделей западных, которые нам предлагались. Но они, кстати, самое интересное, что не сработали. И в конце концов нашли виновного. Это коррупция. Хотя с этим можно спорить, не коррупция. Ох, лукавое словечко. Потом разберемся с ним. Да, и ввиду этого, вот мы, наше догоняющего развитие, оно в том-то и проблема, что оно не было с доморощенным или как-то с собственным. Собственное придумано. Это было развитие по моделям, которым мы очень часто слепо следовали. Конечно, с локальным таким... Ухищрениями. С локальным колоритом, но поэтому мы, когда мы идем по моделям, мы никогда не можем... Мы мимикрировали. Мимикрия. Да, в том-то и заслуга, наверное, Китая, что они смогли увязать собственное с модернизацией западной. Вот нам было предложено только модернизационные модели, а собственного у нас не было. Поэтому мы отстаем и очень сильно будем отставать. То есть не было социокультурной... Мы выбрали этот путь. А социокультурной базы не было. Как получается? Традиции, менталитет. Не может быть такого. Смотри, ты из Молдаванина, батенька. Как ты из китайца, никогда американца. Никогда ты из Молдаванина не сделаешь немца. Пусть Леша Тулбуре мне рассказывает, что угодно. Но в одном Леша прав. Когда наш Молдаванин попадает в среду немцев или в среду итальянцев, ирландцев, он очень быстро к ней... Или в России, посмотри, сколько наших там поднялось. На Украине той же, вон, премьер-министр был тоже из наших. Социокультурная база в том-то и дело, что была. Вот это интересно. Она была проигнорирована. Не развита была, а, скажем так, затоптана и катком прокатились. Теперь о коррупции. Поговорим, это... Помнишь, у Генри Короли и Капуста? И там взята цитата из Льюиса Кэрролла. Там и поговорим, и поговорили они о королях и капусте. Под королями, я понимаю, власть под капустой, мани-мани. Что мы можем сказать о коррупции? Лобби это... То, что оно есть. А лобби это что такое? Лобби в смысле? Лобби. Узаконенная форма той же самой коррупции. А, вы имеете в виду американский пример. Но... Нет, но они молодцы. Они что, вот за что я... Вот я в 93-м году был в Америке, там и в Конгрессе, у нас была делегация. Я был проректором по науке, другие там и так далее. Кстати, из Казахстана, Узбекистана нас пригласили в университеты. США, Конгресс в вопросе образования. И вот меня что поразило, там одна профессорша, американка, она нам сказала удивительную фразу. Она сначала нам сказала, вы нигде не найдете в нашей, так сказать, американской «Дебук номер ван» или вот эта вот декларация знаменитая, и найдете слово «демократия», демократический. Ни один дериватив, связанный с этим. Она говорит, и второе, вы должны знать, дорогие наши коллеги, одну истину. У нас, говорит, законы и многие понятия, она какое-то слово, я его не понял, сленг-жаргон, типа как резиновые. Мы по прецеденту, по каким-то обстоятельствам. Может быть, вот наша беда в том, что у нас слишком резиновая, вот это, у них как-то она пожестче. Почему у нас вот мимикрия и коррупция? Она такие формы приобретает, что вообще уму непостижима. В том-то и дело, что у нас все формы резиновые, потому что их нужно натянуть на то, что нам предлагают извне. А поэтому нужно их растягивать до невозможности. И это, в момент... И когда они лопаются, начинаются скандалы с миллиардом. Да, да. А жадности, да? Если бы чуть-чуть так, как ты пацан делал, это делал, наши молдаване, жена с Кашкак любит. Я под молдаванином имею в виду не этническое, а житель Молдовы, какой бы национальности. Много, и сразу, потом будет видно. Ну, это такое культурное объяснение, или, скажем, такое личное, индивидуализированное объяснение коррупции. На самом деле, многие считают, что не люди виноваты в том, что у нас и в других странах. Коррупция от бедности, коррупция от системы. Это механизм. Это механизм, это система, которая работает намного лучше тех систем, которые нам предлагают. Поэтому, один из главных вопросов, а зачем менять, если у тебя есть система, которая функционирует, например, коррупция в образовании, или коррупция в медицине. Еще какая. Ты видишь, что система работает. Зачем портить эту систему, придумывать вот эти все камеры? Они потом уничтожают старую систему, основанную на коррупции. И появляются уже такие грибочки. И самое интересное, что коррупция, она появляется как вторичный такой эффект в других извращенных формах, которые намного хуже, чем исходные. Поэтому, вот эта борьба с коррупцией, она, конечно, необдуманная, и она очень часто идет из-за полонакатанной такой. Популизм. Короче, бла-бла-бла, и никто ни черта не... Ну, давай посмотрим. Вот коррупция. Я помню, когда разваливался Советский Союз, появилась теневая экономика. Так что интересно, наиболее умные экономисты говорили, ребята, эта теневая экономика в свое время, как ни странно, спасла Россию. Каким образом? Потому что государство в те времена бросило на произвол людей, людям надо было выживать, и поэтому теневой сектор взял на себя, как ни странно, и социальное обеспечение. Этот тезис остается... Парадокс. Да, этот тезис остается в силе и сейчас, потому что у коррупции есть и положительные эффекты, последствия, коррупция. Это известный тезис Хантингтона в его первых книгах, которые он написал в 60-70-х, в развитых в обществах, которые находятся в развитии, коррупция является очень часто и стимулятором экономического роста, потому что государство не в состоянии предоставить свои услуги... Там, где чиновная система выстраивает барьеры непроходимые, идет подкоп, обход... Это по вашему объяснению. Это так и есть. Да, но и в этом проблема в Молдове, вторая проблема по олигархии, это не обязательно ее уничтожить, это нужно встраивать олигархию в легальные, формальные институты и заставлять олигархов действовать по правилам. Вот это, скажем, намного интереснее сделать, это вот, чтобы привести конкретный пример, это как сделать так, чтобы Шор, который олигарх и так далее, начал действовать демократически и юридически правильно и так далее. Ну вот, весь Аргеев за него. Вот я вот ученых приезжаю в Аргеев на базар, что-то купить, ну и спрашиваю людей, я считаю, я социолог так, по природе, вот такой иногда беглый опрос, рандомизированный, дает великолепную картину. Они все за него были горой и сейчас горой. Вот, пожалуйста. И когда я их подкалываю, говорю, ребята, ну там типа вот эти все на вашей же типа денежку, ответ, мы даем самокарсом партию к имной, даем, что я в корео фост, ну ма фурауш, ну фашелник. То есть наш человек понимает, что от этого избавиться никуда не зря, говорят, слушай, хотя бы такие, хотя бы чего-то там. Я в данном случае говорю мнение аргеевцев, у кишиневцев совсем другие мнения, правильно, у бельчан, там еще какие-то. Но это говорит о том, что люди начинают понимать, что от жуликов, от олигархов, от деловых пацанов ты никуда не избавишься. и они мечтают, чтобы эти пацаны хотя бы каким-то образом все устаканили, чтобы была какая-то система, чтобы от понятий перешли к писаным законам и так далее. Потому что это Америка с чего начинала? Джек, у тебя кольт какой длины, а у меня с медвесом. Это же были бандиты, люди фронтира. И потом под старостью, когда они разбогатели, появились новые беспредельщики, которые стреляли быстрее, чем они. И эти старые уже зубры говорят, слушай, Джек, ты еще хорошо стреляешь, ты будешь шерифом, а ты бил хорошо все эти, ты будешь судьей. То есть еще раз переход от дикой формы капитализма, как обычно говорят, на ускорканенную законную неизбежен. Но вы видите все в эволюции, я считаю, это неправильно. Я только исторически продвигаю свой тезис о том, что есть что-то доморощенное. Это наши олигархи. Какие они есть, а наши? Они наши, они вышли из нашей культуры, из нашей системы. Есть западные институты. Проблема в том, как сделать эти два элемента совместимыми. Майя Санду и Настаса идут по жесткому западному пути и говорят о том, олигархи убрать. То есть уничтожить. они не должны ну и братья с опытом тоже появятся. Ну они прямо об этом не говорят. Такая разница. А с другой стороны, да позвольте, а с другой стороны вот задача состоит в том, чтобы вот этот западный опыт формальных институтов сделать совместивыми с нашим опытом жизни, а у нас экономика работает, вот таких олигархических условиях. Не только у нас, везде. Не везде. покажи хоть одну страну в мире, где бы не были люди в небольшом числе, которые обладали очень большой властью, очень большими деньгами. Хоть одну. Но мы входим в нюансы. Американская олигархия, она не во власти, она находится в тени. Я говорю о реальной власти и о реальных деньгах. А я говорю совсем о другом. Я говорю об олигархах, которые не только имеют деньги и вот так находясь в тени пытаются руководить, а я говорю об олигархах, которые пришли во власть, которые на беду... Ну вот Порошенко открыто пришел во власть. Я вот об этом и говорю, что вот наши олигархи вынуждены быть наши украинские олигархи, российские олигархи, но там уже произошла смена, они пришли во власть. Это совсем другая олигархия, нежели западная. Согласен. То есть, скажем, там все приличненько, все пристойненько и закусочка на бугорке, как у Владимира Асимиста. У него вообще много. А у нас наши олигархи должны бороться за свою жизнь. Они должны выживать в очень жесткий конкуренциальный Да вам Порошенко, он же знает, если его снять, он сейчас пойдет на все во втором. Это все говорят. Появилась эта информация фейковая о том, что... Если он не выиграет, его ждет такое, он уже готовит приезд Саакашвили, я так понял, главный палач Сансон, и что-то в таком духе, даже ему не позавидуешь. Появилась скорее всего фейковая информация о том, что Порошенко в случае поражения приедет в Молдову, как-то сбежит... Пусть приезжает ко мне в Бутученый, я его спрячу в подвале у меня, буду кормить на убой, поить, вот так будет жить парень. Вот я лично... Это вы Порошенко скажите. Товарищ Порошенко, приглашаю, если у вас там беда, я вас спрячу в Бутученых. У меня лес, подвал, все как надо. не обижу. Да, очень будет красиво. Тем более должен сказать, что вот у меня там в Бутученых есть конфеты, которые... Ну, приедут там дети, там, когда дамы... Это Рошен, не наша Букурия. Что-то вот ему не нравится. Так что, милости просим. Как проиграйте Зеленскому, так сразу до нас будут учены. Ну, не только вы, скорее всего, будете его принимать. В этом случае я тоже могу его пригласить к себе. Договорились. Скажем так, недельку у тебя, недельку у меня и так далее. Я думаю, что после этого нам... Ты бросишь спокойно политологию, я там все остальное. И на Багамах где-нибудь там жариться будем, что-нибудь. Они поживут там это самое. Ну, скорее всего, не приедет, конечно же, Порошенко продолжит свою политическую борьбу. Там даже при вполне вероятном... Нет, он будет драться до конца, потому что у него вопрос буквально жизни и смерти. Там порвут его. Это я бы... Коломойский не забыл, как его в свое время почистили. И Юля Тимошенко ничего не забывает. После президентских выборов там борьба будет за Парламентский уже. Это верно. Но зная, мы же в самом начале передачи говорили о политическом туризме, я так полагаю, что на Украине политический туризм не слабше, чем у нас, судя по тому, как там ребята перебегают большие проблемы с туризмом. для этого хотели поменять тот же закон. И почему-то они, как и у нас, не прошли. Не прошли куда? Расскажи, где у нас есть закон за проезжающий политический туризм в парламенте. Я такого даже поползновения не видел. Они закон не поменяли, но ввиду присутствия этого феномена они хотели придумать такие формы для того, чтобы помешать этому политическому. Понятно. Особенно меня умиляет когда-то комиссии по этике парламентские, которые состоят в плоше с перебежчиков. Замечательная идея. Гибкая и очень конструктивная. То есть мы разобрались с Порошенко, с Личо, будем его дружно спасать. Вообще-то было написано, что он приедет к Плохотнюку, а не к нам. Но нет, тот Плохотнюк я вооружу там в деревне с косами и вилами, у меня же дома всякие старинные топоры, и отстанем Порошенко, никому его не злодим. Так что будет спокойно. Теперь возникает такой вопрос. Сейчас наша страна, республика, ну, как-то вот она затык в этом, пользуясь терминологией Валера Демидевского, вот этого коалиционного строительства. Как ты считаешь, дальше все, видно, пойдет по накатам, потянутся вереницы перебежчиков и, как говорится, все как было, так и станет или что? Ну, пока мы видим... На что ты надеешься, вот как политолог, как человек, понимаешь? Ну, хотелось бы, чтобы нынешняя власть не пользовалась вот этими старыми методами по фрагментации, по фрагментации политических партий, а как-то будущий альянс был бы создан из цельных кусков. В принципе, как мне кажется, на это настроены и ведущие политики, в центре и на левом фланге. Хотя, конечно, самый легкий вариант, как мне кажется, это идти вот по старому варианту, по нашему варианту, по, скажем, очень так культурно опробированному. Социокультурному, скажем, древнему. Да. Деломострому. Хотя, в принципе, известный западный вариант, то есть, дивидия эмпера, разделяя властвуй, это не мы придумали, это тоже европейский опыт, но никто не говорил, что Молдова не является частью европейской культуры, просто мы вторая часть европейской культуры, не западного образца, а восточного, но мы тоже европейцы, и поэтому в Византии те же самые методы использовали, что и в Риме. разделяя и властвуй. мне кажется, конечно, будут использованы эти методы сильными политиками, теми, которые владеют сейчас инициативой, но все же для легитимации нашей власти было бы хорошо, чтобы Альянс был создан из цельных кусков, и, как мне кажется, наибольшая сейчас, наибольшая вероятность в том, что это будут демократы и социалисты. Мы видим, что переговоры начались, в принципе, их осветил, можно так сказать, наш Папа Римский, это президент Молдовы, и после этого он удалился, как бы, оставляя возможность кардинала, кардинала, у меня есть такой вопрос, ты упомянул слово римский, мы начали с афинской демократии, мы знаем, была и римская республика, она, правда, быстро в империю, сначала принципат, потом империя, доминат, и так далее, потом восточная ее часть вообще породила, так сказать, православную структуру, где император Цезарь, Кесарь, он же царь, важнее, чем патриарх, и так далее, вот у меня такой вопрос, мы ближе к каким стандартам, афинским или римским? Не, ну это далеко мы ближе к тому, к западу или к гостоку. Внимание, коррупция политическая, я уже начитался и Цицеронов, и всех этих, которые прямо участвовали во всех процессах, вот, и я так понял, что коррупция, что в афинской демократии, что в римской процветала, да еще как, вот пример Цезаря, когда он заработал огромные деньги ограбив Галлию, потом скупил, перекупил все и вся, и, конечно, ему с друзьями не повезло, его там прирезали, причем свои же, и ты брут, вот, но все-таки вот какой мы ближе, афинской или римской? мне кажется, что все-таки традиции, мы ближе, если брать коррупцию, то, конечно же, мы ближе к визандейской, к турецкой, к турецкому виду, даже османского, а вот та коррупция, изощренная коррупция, у нас примитивный, такой вульварный, турецкий тип коррупции, а изощренная такая коррупция, она это западный образец, это Рим, когда ты тоже идешь, пользуешься коррупцией, но ты это скрываешь, никто не видит, ты это можешь объяснить такими-такими высокопарными терминами. И процедурами, и ритуалами. И скрыть это все, это, конечно же, более такой высокий уровень. Это есть, тоже называют процедурной демократией. Это цивилизация. Соблюдай процедуру и делай. Когда коррупция, она принимает некий вот такой цивилизованной, культурной и к ней даже нельзя призраться. Да смотри, вот интересно, я это, почему вот в начале передачи предупредил еще раз в который раз наших слушателей, что у нас в Молдове, конечно, там этих политологов самозванных прудей, людей, которые именно подготовлены профессиональные, которые глубоко понимают эту проблему, у которых есть труды, работы в этой области, раз, два, три и общался. Поэтому вот я и пригласил тебя для того, чтобы наши телезрители, наши дорогие соотечественники из этих передач не только сплетни выносили, еще раз говорю, у нас программа, это никто у кого, а что там украл, щенеку, щенец, и все это бредня. Меня и это интересует, как проявление чего-то более глубинного, то, что определяет, как мы живем, какие мы, как мы и живем, что в наших основах, что нам там надо поковыряться. Помнишь, это тысячу раз повторял этого профессора Преображенского, разруха начинается в головах. Скажи, пожалуйста, вот какая разруха в головах наших сограждан, какие завалы, какие иллюзии, которые мешают нам. Мы все время на те же грабли, все время на те же глупосты. Я думаю, что то, что сейчас у меня на уме, это, конечно, проблема этих грабель, это грабли, это и разрухи, это, например, поведение диаспоры. Для меня это явный признак того, что мы как-то еще не доехали до правильного понимания ситуации. Вот это раздвоение государства уже не на разной идентичности, а на людей, которые живут в стране, и на людей, которые живут вне страны. Им кажется, что они являются людьми, может быть, заслуженно более высокого ранга, потому что они оказались на западе. И они выжили там, и устроили. Это экзамены. И они хотят, вот проблема диаспоры, они хотят сделать и нас, осчастливить и нас, чтобы мы были такие, как мы. А мы недоразвитые, живущие в наших трущобах, мы этому сопротивляемся. Понимаете? Мало того, когда они сюда приезжают и пытаются открыть бизнес, тут им показывают, они говорят, очень многие говорят, да чтоб я еще раз сюда вернулся, и приехал никогда. А ведь это самое энергичное. Вот это дискуссия между нами, теми, которые живут здесь, и мы, которые хотим донести идею, что на самом деле мы не столь недоразвиты, как это в их восприятии, а их людьми, которые нас кормят, нас поят, потому что они высылают деньги. Мы на деньги гастарбайтеров, наш бюджет живет. И они считают нас обязанными. Вот это признак недоразвитости нашей страны, вот этой разрухи. Менталитета. И понимаете, в этой проблеме находимся и они, и мы, потому что наша, эта дискуссия, она ужасна, ее не должно было быть, но мы находимся в таком разрозненном состоянии, с нашей разрухой в головах и мы обсуждаем вот эту, скажем так, тупую тему о том, кто прав. Те, которые живут внутри страны или те, которые живут вне страны. Ну и опять политики находят решение этой задачи. Они взяли и сманили избирательную систему, ограничили голос тех. Пока вы спорите, кто прав, кто виноват, ребята делают свой бизнес. Они сделали так, как они захотели. В принципе, нельзя сказать, что они ошиблись. Но приглушили, конечно, голос тех, которые находятся вне. Ну что, большое спасибо. Жалко, вот, передача, вроде, лекции получилась. За исключением там пары таких жестких шуток. Но это не шутки. В каждой шутке есть довольно шутки. То есть, Порошенко все-таки стоит приезжать. Все-таки порох, скажем так, порох еще в пороховницах есть. Так вот, я очень благодарен тебе за то, что ты приходишь на нашу передачу. С тобой всегда интересно по одной простой причине, что в отличие от многих, кто там, то они либералы, то они либерал-демократы, потом плавно перетекают в чистые демократы. Ты всегда был, я тебя знаю давно, демократ по убеждениям, и поэтому с тобой очень интересно разговаривать. Еще раз большое до новых встреч. Спасибо. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Корнелий Чуря. Я вам не раз говорил, что это очень образованный, очень глубоко мыслящий человек, человек, у которого есть на самом деле реальные убеждения, он их отстаивает, более того, у него есть очень высокая социокультурная база, и такие люди, на каких бы они позициях политических находились, очень нужны нашей стране. И их голосу, безусловно, очень надо прислушиваться, потому что в спорах и только в дискуссиях, и только в разговорах, в желании понять другого, друга, и рождается истина. А истина это такова, по какому пути нам идти. Вечно любящий вас Виктор Иванович Ашель. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова